Здравствуйте, дорогие друзья! Давно я уже не делал фильмов насчет мушек, потому что все заказы, которые были, ну они в принципе-то были в основном однотипные. В данный момент похивка Александр из Черновцов решил заказать у меня вот таких нимф и вот таких вот нимфочек. Я решил все-таки, думаю, будет интересно, потому что одна в большей степени вот эта нимфа является силуэтной, а эта называется уже больше подходит к нашим реалистичным нимфам. Поэтому я сейчас начну с силуэтной и, как я вам и обещал, обещаю, второй фильм обязательно выложу. Будет вот такая нимфа, которая реалистичная. Здесь в процессе вязания я вам все расскажу. Проблем никаких не составляет, кроме определенных материалов. Но в процессе вязания я все-все-все расскажу, чем можно будет заменить. Одна небольшая сложность для вас будет составлять, это то, что крючок номер 16. Значит, крючок номер 16. Значит, здесь они все я покупал в фирме Strike. Вот такие они все. Больше они идут для хопперов, попперов, как они пишут. Но это не важно. Главное то, чтобы оно подходило по изгибу и по форме. Также можно вязать на Timka 200R. И также можно вязать на прямом цевье. Ну, для нимфовых, конечно, крючков, где удлиненное цевье идет. Давайте приступим. Для начала нам понадобится, ну, очень тонкая нитка. У меня 0,015 толщина нити. Очень тонкая. Делаем, как всегда, пару-тройку оборотов. Закрепили. И я двигаюсь к загибу. Не дохожу пару-тройку миллиметров до загиба. Здесь мы должны закрепить наш хвостик. Хвостик изготавливается, можно изготавливать, как из пера. Курицы. Но я буду использовать, вот у меня имеется, здесь несколько такие, более мягкие перья. Охотничьего фазана. Берем вот так щепоточку, отрываем. 5, 7, 8 волосков. Это уже несущественно. Смотрим, какая у нас должна быть длина. Так как я вяжу под заказ, а не под свои пропорции. То длина хвостика у нас достаточно длинная. Скорее всего, что эта нимфа имитирует роющего типа. У них достаточно длинный вот такой вот хвостик. Поэтому мы его и оставляем длинным. Прикладываем сверху. И притяжной петлей я подхватываю наш хвостик. В одной точке, никуда не уходим, оставляем наш хвостик. Вот такой жирности его будет достаточно. Александру я более трех лет назад вязал такие нимфы. Почему я решил все-таки, друзья, сделать фильм? Дело в том, что обратная связь по поводу использования мушек у меня работает. Я всегда записываю, сколько кому отправил это. Понятно, не так важно. Важно, какая рыба ловится. Теперь смотрите. Очень интересный момент. На эту нимфу ловит с берулина бомбарда и галавль и жерех. Небольшие, но в то же время достаточно интересный момент, что на нимфу ловятся такие приманочки. Спасибо моему другу Александру Павлову за вот такие вот катушечки, на которых я держу проволоку. Нам понадобится проволока где-то 0,15, 0,1, 0,12. Вот я ее подвожу по всей длине до колечка, чтобы не доходило пару-тройку миллиметров, и подхватываю проволоку. Сразу же пусть подхватывается и наш фазан, потому что нам нужно изготавливать тело из даббинга. Я вот, как вы видите, переворачиваю, зачем должен пропадать материал. Он нам даст необходимый объем, тот, который нужен. Не доходим до хвостика, утолщения нам здесь не нужно. И под углом я отрезаю. Дальше. Учитывая то, что оттенок нимфы должен быть светло-коричневый, я буду использовать, вот у меня имеется кролик крашеный, вот такого цвета. Можно попробовать, но не совсем, я должен вас немножко огорчить, не совсем подойдет лиса. Так как у лисы достаточно толстый мех и гораздо толще подшерсток. Что мы делаем? Я беру у меня вощина. Но можно, как я и в книжках написал, и во многих фильмах. Вот у меня самодельная моя вакса, которой тоже я могу спокойно пользоваться. Промазываем. Без фанатизма. И буквально 10-12 сантиметров нащипали нашего меха, начинаем подкручивать вот так и укладывать. Сколько? Это вы уже, как говорится, тектильно, пальцами, руками, вы уже определите сами. Но нельзя много, потому что не должно быть рыхлое тело. Можно пройти лучше потом 2-3 раза, как я это всегда рассказываю и делаю по одному месту, для того, чтобы у нас было крепким, но и в то же время объемным тело. Вот я приблизительно вот столько себе сделал наборочку. Удерживаем, чтобы нитка с даббингом не утянула наш хвостик. И начинаем у хвостика формировать тело. Тело такое каплевидное, с утолщением больше идет к грудке. Подкрутили даббинг и уже начинаем формировать больше наше тело. Вот, видите, 2-3, вот сколько, как у вас будет получаться, но сделать, чтобы у нас была вот такая каплевидная форма. Если мало по каким-либо причинам даббинга, можно потом в любой момент взять и добавить. Теперь смотрите, что здесь еще, какой момент. Чтобы не было скученности материала, я обычно всегда беру свое тело, разбиваю на... Вот, больше половины, 2-3 у меня должно занять тело. Здесь идет у меня чехлик с грудкой и обязательно должна идти имитация моих лапок. Теперь дальше. Мне нужна нитка, чтобы она имела также нейтральный оттенок и в то же время на даббинге не проявлялась. Поэтому пока я нитку свою не подкрашиваю. Для удобства подтягиваем нашу нитку и начинаем проводить намотку-сегментацию для укрепления тела нашей проволокой. 3-4, ну выберите себе шаг произвольный, это не принципиально. 5 оборотов выйдет, 5-6 витков. Я проматываю почти до колечка, возвращаясь обратно, делаю вот загиб. И теперь я не откусываю, а удерживаю вот так, прокручивая, отламываю. Эта нимфа имеет зачатки крылышек, выполненные из антрона. Вот у меня имеется такой светло-коричневого оттенка антрон. Можно использовать и полиярн, но обязательно, чтобы это было все яркого цвета. Подкинули подвесом катушки в одном месте, поджали. И теперь я выбираю ту длину, вот которая мне нужна. Здесь только-только вот оно должно быть обозначено. Значит, это существенно, потому что рыба реагирует на цвет, оттенок вот тех элементов, которые есть у уже взрослой нимфы. А то, что оно потемневшее, это уже свидетельствует о том, что нимфа будет линять. Удерживаем и теперь доходим до места, где мы должны крепить наши все другие элементы. Теперь смотрите, видите, как вот у меня вышло. Это мне мешает в работе. Я просто беру, убрал. Теперь грудка. Значит, грудка сама изготавливается, так как меня попросили по заказу вот такого лимонно-канареечного цвета. Камера немножко не передаст, потому что оно флуоресцентное. Нимфы я буду изготавливать трех оттенков. Вот этот лимонный, этот канареечный, и следующее я буду изготавливать вот такого розового цвета. Ну, давайте, чтобы у нас не было здесь больших трудностей, начнем. Сделаем вот такую вот розово-малиновую. Для того, чтобы сверху накрыть нашу грудку, я использую, можно использовать, я всегда использую полиэтилен. Ну, учитывая то, что это заказ, я не могу для человека сделать из полиэтилена, поэтому я беру вот такие хендесовские силиконовые полосочки. Выбрал соответствующей ширины, вот так вырезал треугольничек для удобства крепления. И теперь крепим. Пока цвет нитки я не меняю. Доходим до, обязательно, немножко заходим на наш вот чехлик, проверяем, хорошо ли закрепили. Проматываем все. И у меня эта грудка должна быть коричневая или же черная. Учитывая то, что у меня эта пленочка достаточно светлая, я с внутренней стороны прокрашиваю вот все коричневым маркером, спиртовым. Почему с внутренней стороны? Потому что дольше будут вымываться и дольше прослужат. Так вот, нимфы еще некоторые остались. Рыбка объела часть хвостиков. Для придания привлекательности, вот у меня имеется, я уже неоднократно показывал, вот такого типа хендесовский набор. Достаточно это спектродаббинг. Также я беру для удобства, промазываем нашим клеем-карандашом или же ваксой, что у вас имеется. Берем наш даббинг. Здесь я уже добавил элементы блестящие, поэтому сильно увлекаться с добавлением мы не будем. Грудка должна быть достаточно пышной. Вот таким я. Сейчас поправим камеру, а то она у нас каждый раз куда-то стремится уехать. И покажу. Также делаем наборочку, как делали для тела, но уже почти в два раза меньше. Что здесь? Я просто беру и прокручу вправо или влево, как вам будет удобно. Саму бобину, удерживая пальцем, я уже показывал эти техники, как работать с даббингом. Труда никакого это не составляет. Все, пальцами подровняли. И у нас вышла вот такая своего рода колбасочка. Ровная вроде бы, симпатичная. Начинаем теперь формировать грудку. Если даббинг немножко у нас начинает рыхлиться, подматываем, потому что грудка должна быть плотной. Плотной и хорошей. Вот приблизительно вот так. Да, этого вполне достаточно. Я угадал. Здесь с толщиной. Не доходим пару-тройку миллиметров до колечка. Теперь, что здесь самое-самое важное. Значит, что касается опушки, имитации лапок. Здесь можно использовать как куриное перо. Вот у меня имеется курочка. Имеются у меня японские перепелки. И можно использовать куропатку. Сложностей для крепления и остального нет никакого. Поэтому все однотипно и все уже делалось мною и вами не один раз. Подготовили вот так перышко. Крепим его притяжной петлей у колечка. Я не обрезаю, переворачиваю все вот мои волоски. И теперь я уже должен, так как головка должна быть черная, я беру черный спиртовой маркер. Можете поменять нитку, но для меня это не важно. Поэтому я привык работать практически вот как вы видите. Взял белую, значит работаю белой. И здесь я уже подготавливаю место для головки и для самой опушки, которая будет имитировать у нас лапки. Сложностей не должно у вас возникнуть. Поэтому закрепили. Можно, если не позволяет длина, допустим, пера короткая. У меня имеются здесь определенные, будем говорить так, я для себя подготавливал. Вот у меня есть и такая куропатка, и такая крашеная куропатка. Здесь несколько короче само перо, поэтому желательно использовать перодержатель. Ну а здесь мне не нужен. Что дальше? Берем наше перо аккуратно и увлажнив пальцы, отводим вот так бородочки назад. Отвели. И выполняем обмотку. В зависимости от пышности пера, вы уже определитесь сами. Два, три или же там четыре оборота. Вот мне достаточно два оборота. Удерживаем перо в одном положении. И перекинув катушку, подхватили наше перо. Пару-тройку оборотов, сильно не увлекаемся. Теперь, опять увлажнили пальцы и вводим наше перо слегка вверх и назад. Закрепили. Не отрываем. А я использую обычно острую режущую кромку ножниц. Отрезаем. Остатки пера. Убрали. Теперь, что самое интересное. Если имитировать вот нимфу, веснянку или, допустим, поденку, лапки не должны быть вот такой длины. Но у меня именно заказ по такой длине лапок. Так, чтобы заходило аж чуть ли не до края хвостика. Подкрасим нашу нитку дальше и делаем следующую операцию. Я беру опять увлажнил пальцы. И теперь все перо поднимаю вверх. Удерживаю в таком положении. Проматываю до аж моей грудки. То есть, все перо я как бы вот так фиксирую. Вот оно должно вот так стать у меня вверх. После этого я беру иглой или ножницами, кому как удобно. Делю на две приблизительно равные половинки. И увожу в одну сторону, влево и вправо. Поделили. Теперь берем, опять же, увлажнили. Увели наши лапки, которые будут имитироваться. И перекладываем нашим вот пленочкой. Отлично. Меня все вполне пока устраивает. Теперь сильно не увлекаемся, не доходим до колечка. Проматываем пару-тройку раз ниткой. Подкрасим дальше. Теперь я в натяжечку переламываю мою пленку. И уже здесь от колечка плотными вот такими витками я ее подхватываю. В натяжку отрезаем не за один раз, чтобы не было большого бортика. Ну и опять же, чтобы не сорвать нашу пленку. И здесь, пока я еще дальше не закончил, я возьму и с этой стороны еще подкрашу своим коричневым. Поставлю еще точки на нашем теле и чехлике. Все. После этого мы можем теперь спокойно брать и формировать головку. Ну, здесь уже кому как нравится. Но дело в том, что головка здесь не просто должна быть, а она должна иметь небольшой вид и небольшой объем. Поэтому, как ни странно, я не люблю, когда делаются вот такого типа головки. У нимфы большие, но ее здесь нужно сделать. И узловязом я уже здесь доделываю пару-тройку оборотов, завершающий узел. И аккуратненько теперь я в натяжку срезаю свою нитку. Вроде бы все. Подкрасим теперь еще, можно черным лаком. Но я обычно беру более хороший, вот такой жирный новый спиртовой маркер. Подкрашиваем. И здесь можно черным лаком. Ну, я бесцветным лаком, так как я уже подкрасил. Без фанатизма. За один прием не получится. Надо будет пару-тройку раз нанести лак на нашу нитку. Вот, обозначилась наша головка. Все у нас хорошо. Вот, теперь, как вы видите, нимфа наша готова. Перед употреблением я обычно всегда беру, или же у меня как там разные кисточки-щеточки. Вот такие вот ершечки. Или же там кисточка для бровей. Или же зубная щетка. Или же вот как у меня, вот такие имеются, дамские. Немножечко приведем потом ее в порядок. Вот. Теперь все. Разрыхлить немножко. И вот наша вот такая нимфа готова к работе. Благодарю за внимание. Теперь приступим к более реалистичной нимфе. Продолжение следует...